В моей жизни были очень интересные случаи, был такой случай, когда я учился еще в семинарии и меня пригласили на собрание 50-ников, это было совместное собрание харизматики, десятники были, в поселке Новое Косино, рядом с Москвою, тогда пресс-фитер там был, Марин Сергей Иванович, пожилой человек, который знал, что я православный, и меня пригласили, сказали, что прибыл на собрание человек, который обладает всеми дарами Духа Святаго, и он может мне реально помочь переломить от моих всех этих комплексов православных и увидеть истину в том виде, в каком она есть. Ну я обрадовался, что какой-то сосуд благодати появился, у меня всегда интерес какой-то охотничий, прям интерес для таких людей. Я сразу отправляюсь на эту встречу, семинарский китель я оставил дома, я делал рубашку обычную, пиджак, и пришел. И что я увидел? Собрание уже подошло к концу, и была самая интересная часть, этот человек чудотворил. К нему выстроилась очередь, люди подходили, кто-то говорит, у меня зрение плохое. Он брал вату, окунал стаканчик с водой, мазал глаза и говорил, так исцелял Иисус Христос. Потом подходили люди, которые говорили на иных языках, у пятидесятников, у харизматиков есть такое понятие, как голосолали. И вот они говорили на этих языках, это такая тарабарщина, и он переводил эти духовные тайны, или пророчества, он предсказывал будущее того или иного человека. Я встал в эту очередь, на меня смотрят местные пятидесятники, они меня знают, интересные. И вот я подхожу, значит, он говорит, брат, а у тебя какие проблемы? Я говорю, да у меня вот с языками. А я с молодостью увлекался восточными языками. Он говорит, ну молись, молись. Я начинаю молиться. Шма Исраэль, Аданай, Лакейну, Аданай, Хад. Это известные слова из Ветхого Завета. Слушай, Израиль, Господь Бог твой, есть Господь Единый. Он переводит труд, труд, аллилуйя, несешь с ноги, аллилуйя, собирай команду, трудись. Я стал читать молитву благословения. Баруха, Благословен, Аданай, Аданай, Господь. Он переводит труд, труд, с ноги, аллилуйя. Я думаю, может, по-латыни попробовать. Стал читать очень наш. Он опять переводит то же самое. Я думаю, ну, наверное, надо что-то по-арабски попробовать. Взял по памяти, вспомнил первую ссору из Корана. Он труд, аллилуйя, команда собрана, отправляйтесь, не сидите дома, не сидите сложа руки. Я прочитал зубокойный кадиш. Я продолжал то же самое. И я сделал то, что сейчас бы я не сделал. Сейчас, суки, годы. А тогда я был молод, дерзкий такой был. И я вот так руку вперед и говорю, у вас нет никакого дара и столкования языка. А он решил, что я местный молодой пятидесятник, который сам себя истолковывает. Он говорит, брат, тебе еще рано понимать эти тайны. Я говорю, ну, во-первых, я не брат, мы братья с вами в Адаме, к сожалению, не во Христе. Я православный христианин, я вот пришел вас испытать. И он так резко, а кто тебе дал право нас испытывать? Я открываю Писание и цитирую. И испытывайте от Господа ли они? А тогда он говорит, а что ты говорил, какие-то пустые слова. Я говорю, я готов перевести карты вслух. Ну и что ты там, абракадабра? Нет, я говорю, бисмилля, рахман, рахим, во имя Бога, милости и милосердного. Аль-Хамдули, лахи, раби, аль-Амин, хвала Господу, властелину всех миров. А вы что переводили? Труд, команда, сагарай снабы. А на каком языке? Это на арабском, Коран. А Коран читать нельзя. Я им говорю, вы мне даже этого не сказали. Потом я говорю, ну на еврейском тоже вот несколько слов. И вы же не так переводите. И вот что интересно, стоял старший пресвитер этой общины, который 20 лет сидел в лагерях за свое вероубеждение. Он говорит, а Олег прав. Сказано, испытывайте дух, от Бога ли они? Я считаю, что надо обсудить пресвитерское. Завели нас в пресвитерском. И этот пожилой пресвитер говорит, а почему он не может вас испытывать? Вот мы не можем. И этот пресвитер спрашивает меня, вы думаете, что человек обманывает? Я сказал, нет. Я думаю, что он верит в то, что он делает. Но как раз в этом и есть проблема. Многие люди верят в такие вещи, которые они не могут проверить. Это как раз проблема пятидесятников, харизматиков. Они очень доверчивые люди. Но когда у меня всякий раз в жизни появлялась возможность что-то такое проверить, я всегда убеждался в том, что речь связана с какой-то подделкой под истину. То есть это именно какой-то такой лукавый обман. То есть миссионер должен искать новые формы. Он не должен бояться экспериментировать. И наверняка каждый найдет какой-то свой подход.